здравия желаю мобильные танкисты сегодня как я и обещал в одном из предыдущих роликов мы будем сравнивать наверно самый любимый танк нашей аудитории а именно кв2 его любят не просто так а за его чертовски простой геймплей проще которого может быть разве что артиллерия однако речь сегодня не о ней в этом видео мы сравним кв2 в двух танковых проектах а именно танк компани и world of tanks blitz сравнивать мы будем естественно на фугасницы ибо кто вообще катает на зисим в общем думаю будет интересно поэтому чекаем на нас самую жирную акцию huawei и погнали друзья а тем временем huawei запустили наверное самую необычную и щедрую акцию смотрите мало того что с пятницу по воскресенье будет 30 процентный кэшбэк на любые покупки в блице действовать это будет со 17 по 20 августа включительно а также 25 по 27 число соответственно и это еще далеко не все для недонатящих игроков есть просто лютая акция под названием app gallery исполняет вашу мечту и это название ни капли не преувеличения все что нужно сделать это перейти по моей ссылке в описании нажать на кнопку пропуск мечту далее нажать на кнопку вк репостную запись и попросить все что угодно из блица хоть год према хоть 20 голды все что угодно что можно купить в данный момент и добавить всего лишь два хэштега как сделал я а именно летний кэшбэк app gallery и исполни мечту все хэштеги будут в описании после чего сделать репост и ждать каждый день на протяжении 10 дней акции будет выбираться по одному победителю ему будет исполнено его желание в денежном эквиваленте монетами huawei за который вы сможете купить как любой премиум танк так и премиум аккаунт и вообще все что душе угодно лично я как видите попросил 20к голды чтобы купить в будущем редкие прям танки поэтому действуйте ссылка будет в описании все это бесплатно и просто под выживаемостью я понимаю совокупность брони и динамики и в этот раз я решил не разделять эти два параметра ибо танки в этом плане уж слишком похожи друг на друга в двух этих играх однако они имеют свои особенности о которых мы сейчас и поговорим брони у этого танка нет практически вообще да бывает конечно что маской что-то до отбивает да и катки никто не отменял но в целом тут все очень плохо также вспомним ужаснейшую динамику которая чуть больше 30 километров в час и прям плакать хочется но при этом не забываем кстати про большие размеры башни которые не так то и просто спрятать но в общем плохо все в обоих играх также следует отметить что в ткм важен засвет а к в 2 еще и слеп как рот поэтому без какого-либо светляка он просто бесполезен в общем решайте сами кто тут лучше но как по мне с выживаемостью все очень плохо и это далеко не самая сильная сторона данного танка что в танк компани что в блице а вот чем он хорош так это вооружением но тут опять таки все не так просто если говорить про блисту тут все очень на любители ибо пробой фугасами был занерфен разработчиками из-за чего как минимум самого себя под маску он уже не ваншоте правда можно поставить калиброванные снаряды но тут тоже еще как повезет на голде и бб можно как и раньше ломать лица вынося по половине хп за выстрел а против зазевавшихся лт и картонных ст с птшками так вообще можно лицо выносить с выстрела как и раньше но тут другая проблема что блиц довольно динамичная игра и в этом раскладе все очень сильно зависит от ситуации и глупости противника безусловно на нем можно носить много урона но к сожалению на к в 2 активно смотрят противники и при первой ошибке его выносят в первую очередь да и из-за динамики боев не всегда можно реализовать его огневой потенциал из-за долгого кд ибо снаряды ну просто не летят в общем тут все зависит от великого рандома но как там дела обстоят в ткм в танк компани дела обстоят похожим образом но из-за своих особенностей к в 2 чувствует себя иначе он все также зависим от рандома но из-за того что бои там идут дольше то реализовать свой урон он сможет в большей степени и это плюс но из-за слепоты он очень командозависим и если у вас лт дурачки то вас пересвечит и убьют это минус но с другой стороны если вы играете от команды то разваливать картон на нем куда проще ибо хп у танков тут меньше и большей вероятностью бить с первого выстрела тут нет калиброванных снарядов как в блице но тут и пробоя фугасов достаточно для того чтобы вынести того же к в 2 под маску с одного выстрела да что уж говорить если лоб к в 1 можно завидной простотой выносить и бы тут пробой на фугасах это позволяет но нужно играть все-таки аккуратно в обоих проектах к в 2 любят за его фугасницу если уж оценивать где она чувствует себя лучше так это в танк компани да тут играть на к в 2 намного проще ибо больше времени на реализацию урона меньше хп у противников что повышает шанс вынести с выстрела но и в блице на нем проще выцеливать ибо если ты не знаешь допустим слабые зоны противника то в блице игра более ярко подскажет куда нужно стрелять танк настоящие противоречия со своими очень яркими плюсами и минусами но при этом он не похож ни на один другой танк своего уровня потому собственно его и любят ну а в какой игре тебе больше понравился к в 2 напиши в комментариях ну а так же всем большое спасибо что досмотрели это видео до конца если хотите еще роликов на подобную тему то напишите об этом в комментариях а пока что всем до скорых встреч пока